Магия Кореи, так сильна, кимчи и сочу звездой станут. Привет, дорогие друзья! Мы находимся в городе Пусан, Южная Корея, и я нахожусь около пляжа. На самом деле, я впервые в Пусане, впервые исследую эти места, и думаю, для вас это будет так же интересно, потому что, ну вот, посмотрим, как вообще-то все выглядит. До этого я тусил в Сеуле, в Сувоне, но настала пора посмотреть, так сказать, дальше, что в Кореи у нас есть, потому что Пусан – это тоже очень важный город, стратегический такой, ну, по сути, второй крупный город в стране, поэтому пойдем посмотрим, что здесь. Во-первых, сегодня здесь проходят такие вот конкурсы со звездными войнами. Ну, давай, бей! Херак! Как-то странно. Во-вторых, обратите внимание на вот эти вот фигурки из песка, это же вообще просто круто, ну, нереально классно, да? Ходишь, смотришь в округе тут просто эпически. Хотя, видите, что-то недоработные некоторые еще пока в процессе разработки. Видимо, скоро доделают. Очень много небоскребов в центре, и вообще город, я считаю, что очень даже цветущий такой, приятный. Я не знаю, какой он был раньше, когда я был последний раз в Корее, то бишь 20 лет назад, да? Но сейчас он прям видно, что очень красивый, приятный. Кому интересно, прямо рядом с пляжем есть аквариум. Ну, не знаю, мне эта тема немножко уже надоела, но я предполагаю, что, значит, с детьми это будет очень интересно здесь. Выглядит, как будто я в какой-то пустыне нахожусь, но нет. Я нахожусь на пляже, который называется Хёнде, вот. А я думаю, это самый известный пляж Пусане. Сюда все рекомендуют ехать, вот говоришь со всеми, там, куда поехать в Пусане. Езжай на пляж Хёнде. Сначала я еще думал, что это типа как название машины, да, Хёнде, но, на самом деле, пишется немножко иначе. Все-таки не название машины, не название марки автомобилей, да? Значит, сейчас у нас месяц май, да? И мне говорили, что типа запрещено купаться в это время на этом пляжике. На самом деле, это абсолютно неправда. Смотрите, сколько людей купается. Как бы считайте, что уже купательный сезон открыт. В общем-то, купаться можно. Кстати, что еще важно сказать. Пусан – это также очень важный морской порт. То есть, это одна из возможностей, да, сюда попасть без самолета. То есть, из Владивостока, допустим, в Пусан, приехать на пароме. А я абсолютно не знаю, как сейчас с этим расписанием, ходят вообще паром или нет. Но вот раньше это был один из самых главных, так сказать, водных артерий, как попасть из России в Корею. Потому что, как мы и знаем, через Северную Корею проехать невозможно, по понятным причинам. Вот. Ну, а так-то, конечно, основной способ – это прилететь в аэропорт Сеула, то бишь Инчхон. И оттуда приехать вот на поезде до Пусана. На быстром поезде можно за 2 часа доехать. Кстати говоря, корейцы очень озабочены своей красотой и, естественно, косметикой, да. Вот, допустим, кореянка сидит на пляже и вот красится здесь, да. Что-то там наносит себе. Не, ну вы прикиньте, то есть, это насколько нужно параноид по поводу своей внешности, чтобы… Ну, немножко это перебор, мне кажется, да. Как говорится, гуляйте, гуляйте, да не забывайте про правила. А на пляже есть определенные правила. Значит, первое. Если будете распространять какую-нибудь там, не знаю, рекламу и прочее, продавать что-то, вам 100 тысяч вон штраф. Если будете зажигать fireworks, ну, короче говоря, как его, кемпинг, там, разжигать всякие огни, да, то все будет 50 тысяч вон. Потом, значит, если будете, да, опять же, за кемпинг 100 тысяч вон, если будете готовить что-то и кемпить, 100 тысяч вон штраф. Потом на машинах кататься будете 50 тысяч вон штраф. Потом будете купаться вне этих положенных часов, будет штраф 50-100 тысяч вон. Потом мусорить будет 50 тысяч вон. Курить 50 тысяч вон. Значит, если у вас будут собачки и кошечки без ошейников, то будет 200 тысяч вон. Потом, если будете какашки своих животных оставлять, 50 тысяч вон. Значит, ну, короче говоря, если будете что-то делать, 600 тысяч вон. А, короче говоря, кататься на водных всяких хренях без разрешения, то будет 600 тысяч вон. И фишинг, то бишь рыбачение, 50 тысяч вон. Вот я думал, что это что-то такое связанное со свободой, семьей или что-то такое. Но здесь написано по-корейски охрана природы. Что здесь написано, я пока не читал. Ну, не знаю, по-моему, это, да, связано что-то с охранной природой. Хотя, при чем здесь вот дети. В общем, надо поподробнее узнать про вот этот вот конкретный памятник. Фишка Кореи в том, что, смотрите, есть до сих пор телефоны вот такие вот автоматы стандартные. Я не знаю, ни разу не видел, чтобы кто-то ими пользовался. Но они имеются. И даже в рабочем состоянии. Вроде бы. Ну, конечно же, есть и просто обычные автоматы, в которых можно что-нибудь прикупить. Кофе можно бахнуть за 500 вон. Что, в принципе, является отличной ценой. Напитки вон по 1000 вон. Можно прикупить 1600-1500. А неплохо, в общем-то, хорошей цены. Несмотря на то, что на пляже, да. Колесо, колесо, крутись. Еще один памятник. Смотрите, чувак вдаль глядит. Вот и я со своим блогом так же гляжу вдаль. Как же мне его дальше там прокачать, да. Чтобы больше из вас подписывалось на него и смотрело. Пока я снимаю такие интереснейшие виды вам из города Пусан. Ставьте лайк, подписывайтесь. Ну, пожалуйста. Да, я, честно говоря, до сих пор не могу поверить, что я снова в Корее. Вот. Для меня это как загадка, да. Что почему я давно сюда не приехал. Лет, скажем, 5 назад. Когда я тоже мог бы. Что-то думал, вот Азия далеко. Да чего мне сейчас ехать. А лучше по этой Европе. Да, слушайте, в Азии офигенно. В Азии столько классных стран. И здесь никогда не будет скучно. Здесь просто прекрасно. Особенно в больших городах типа Пусана, Сеула. Вам всегда будет что поделать и чем заняться. В том числе можно и поработать. Да, советую. Иногда работать. Вот я иногда работаю. И вот, как по мне, смотрится очень солидно и красиво. Ну, серьезно. Смотрите. Кстати говоря, по скалам можно и полазить. Вот как этот чувак делает, да. А также можно поплавать и доплыть вот досюда. До этого мужика с подзоркой. И забраться по этому вот мостику. Вернее, лесенке. И также потусоваться там. Как вот чуваки тоже делают. Мне так нравится, как Корей переводят на английский. Смотрите, написано. Значит, Island History. Потом идет просто все по-корейски. Типа, да, да. Все это сразу понятно. Здесь также написано. Вот на раз и по-корейски. Ну, типа, разберетесь сами. А вот можно полазить еще по острову. Я сейчас, наверное, это и сделаю. Вот карта нарисована. Вот лесенка, которая ведет постепенно к этому именно острову. Пойдем прогуляемся. Посмотрим, что здесь есть. Вид должен быть отменный, я считаю. Пойдем потихонечку посмотрим, что здесь есть. А что здесь есть? Так вот, это, оказывается, Submerged Light Beacon. То есть, это все издает, так скажем, свет ночью. Видимо, должно красиво светиться. Ну, естественно, все написано по-корейски. Удача вам все это переводить. Осуждайтесь, туристы. Вот. А также есть у нас какая-то принцесса. Ну, статуя принцессы, да? Здесь тоже написано. О, здесь даже по-английски написано. Ладно, короче говоря, принцесса вот она сидит тут, отдыхает. А также народ там ходит по каменюкам этим, изучает местность. Нет, красивая местность, да. Приятная тут, скажем так, не жалуясь. Большой брат всегда за тобой следит. Не забывай об этом, друг. А мы идем дальше. Здесь у нас мостик такой симпатичный. Навесной, да? Все что-то снимают, фоткают. Шатается. Даже шатается, ничего себе. Вид открывается на скалы, да, у нас. Как же я обожаю лестницы на фоне моря. Или море на фоне лестниц, да? Ну, каждый раз идешь и просто балдеешь от такого пейзажа. С видом-то на весь город, ребята. Это вот я не знаю, что такое, но, судя по всему, какая-то галерея, что ли. В виде НЛО какого-то, да, получается, сделана. Ну-ка. Какой-то саммит здесь проходит. А проходил в 2019-м. Ух ты! Картины всякие. Симпатично. Смотрится. А, часы. Разное время, да, в разных странах. Что еще тут есть? Написано, что есть кофейня внизу. Сюда проходить нельзя. Ну, ладно, спустимся вниз с кофейней, что ли. А также здесь есть внизу кофейня. Смотрите. Здесь у нас что? А здесь у нас вид на маяк. А также на эту вот беседочку. Корея – это страна правил и табличек с правилами. Вот они прям всюду. Нарушишь – получишь по башке. Ребята, я ловлю себя на мысли, что, в принципе, я был не против здесь пожить. Даже, вот не знаю, полгода, годик, я думаю, без проблем можно здесь пожить. В силу разных причин я бы не хотел жить в Корее постоянно. Но вот годик между Бусаном и Сеулом где-то я пожил бы. Да еще другие города бы исследовал, я думаю. Ну, смотрите, как красота. Везде, со всех сторон. Очень комфортно, хорошо. Правда, климат бывает, что вот летом очень много дождей. Скоро начнется сезон дождей. А пока наслаждаемся, пока вот солнышко. Кстати говоря, мост симпатичный такой, да? Напоминает чем-то мне Бэй-Бридж в Америке. Около Сан-Франциско. Но это нет. Это Корея, город Пусан. И вот кто-то едет на корабле, смотрите. Я просто снимаю, у меня даже слов нет, ребят. Просто балдею от видов здешних. Ох, солнышко, классно, как прекрасно. Смотрите, тут какие-то соревнования, что ли, проходят, гонки. Прикольно, а? Погнали, погнали. Класс. Так. Все, вроде закончились претенденты на выигрыш. Ну, куда-куда? Ага. Под мост поедут сейчас, да, наверное? Тут еще на парусниках катаются. Ну, что, победа? Ну, тут видно, этот вырвался вперед. Давай, газуй. Значит, беседка, да? Здесь написано, аккуратненько сохраните наше наследие. Аккуратно, аккуратно. Да, честно говоря, тут же и страшно ходить с этими штрафами. Еще нарисуют тебе штраф 600 тысяч вон, а то и миллион вон. И думаешь, зачем я это сделал? Ну, ладно. Здесь, в принципе, нормально относятся ко всему. Если ты к ним тоже нормально относишься, да? Ну, вот район с небоскребом. Это, наверное, самый крутейший такой, знаете, элитный вид здесь. Просто вот самый помпезный из всех, что я здесь видел. Может, правда, еще не все видел. Ну, прям... Кусан, конечно, рулит, ребята, во всех отношениях. Мне вообще нравится. Да. В городе очень много высоток. В принципе, такое ощущение, как будто пал какой-то Дубай, что ли. Я не знаю, как это писать порой. И причем, я так понимаю, все это недавно было построено, потому что все очень такое нулячее. Смотрите, какая интересная конструкция. Железный чувак разговаривает по телефону, да? С этим, с дипломатом стоит. Вот. И все, конечно, на фоне моря. Морюшко здесь. Красиво же. Так, камера, мотор. Поехали. Ребята, да, это все Пусан. Смотрите, мост как хорошо можно отсюда посмотреть. Да нет, тут на каждом углу какая-то красота, знаете? Но в целом, да, какой-то Дубай начинает напоминать местами. Да, и очень сильный, я бы сказал даже. Но, наверное, это перспектива всех современных больших городов, да? Постепенно превращается в что-то такое интересное. В Корее практически в каждом дворике можно найти вот такие вот приспособления для занятия спортом, скажем так, да? То есть запросто можно быстренько поднять боевой дух, устать и пойти кушать, скажем так. А вот для детей, видимо, площадка на фоне небоскребов. Романтика, хайвеев и мостов. Да, конечно, всюду шопинг-моллы. О, и двухэтажные автобусы. Бусан-сити-тур. Интересно. Пару слов про корейские парки. Смотрите, как удобно. Есть навес обычно, да, лавочки везде есть. Ну, практически везде. И вообще, в принципе, очень удобно. Во всех корейских парках практически, опять же, я встречаю либо тренажерки всякие, где можно позаниматься, либо вот просто удобные площадки. Да, вот смотрите, дети играются с машинками. Когда вот такие вот лозунги сверху пишут на зданиях, мне сразу напоминает совок, в котором я практически не жил, да. Ну, видимо, нынешнюю Северную Корею тоже. Я напоминаю, что дело происходит в Южной Корее, городе Пусан. Видите, сколько у нас таких вот типовых зданий. Много. По всей Корее вот такая красота. И никто не жалуется. Мы с вами посмотрели один пляж. И он такой самый гламурный, да, называется Хёнде. А еще есть вот такой пляж, который называется Гванган. Вот он менее, я так понимаю, мажорный. Хотя вот вид, смотрите, особенно вечером, думаю, на мост будет просто прекрасный. Вот. Так что пляж Гванган к вашим услугам. Люди уже в мае вот собирают водоросли, да, что-то не особо купаются. Что-то водорослей просто немерено. Ага. Да, купаться, видимо, не особо рекомендуется сейчас. Вот 6 мая у нас, да. Что-то не очень круто здесь, мне кажется. Ну, вот такие дела. Вот корейцы любят всякие фигурки выставлять на песке. Ну, прям заметно, да, тенденция. Ну, это вот национальное такое ихнее все. Костюмы. Да, все на фоне пляжа. Не, ну, забавно, конечно. Прикольно. То песочные фигурки, то вот такие вот. На любой вкус, говорится. А что еще? А вот еще собачек много на пляже, смотрите. Вроде как бы интересно. Ребята, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на новые видео. Будет много еще видео про Корею. Это вот видео конкретно про Пусан и конкретно про пляж и рядом с ним. Но будут еще и другие города также. Поэтому, как говорится по-английски, stay tuned for new videos. Подписывайтесь, нажимайте лайк. Спасибо. Спасибо.